Правонарушителям добавят прав Правонарушителям добавят прав Константин Чученко обещает обеспечить им защиту в новом КОАП 1. Газета «Коммерсант» номер 83 от 17 мая 2019 года, строение 1 Вице-премьер Константин Чученко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по разработке нового КОАП при правительстве РФ, сообщил твердый знак, что в документе могут быть усилены процессуальные гарантии лица Подвергающимся задержаниям и другим мерам, приближенным к уголовной ответственности Направление нашей работы состоит в том числе в том, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты интересов всех людей, которые под действие этого механизма подпадают, заявил вице-премьер Необходимость появления в КОАП норм, обеспечивающих гарантии и защиту конституционных прав задержанных уже на досудебных стадиях, сейчас обсуждают члены президентского совета по правам человека, СПЧ Вице-премьер Константин Чученко на вопрос твердый знак, будет ли решена в новом КОАП проблема отсутствия процессуальных норм, аналогичных действующим в рамках уголовного процесса, заявил Да, конечно, направление нашей работы состоит, в том числе, в том, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты интересов всех людей, которые под действие этого механизма подпадают При этом вице-премьер отказался конкретизировать возможные поправки в этой сфере до завершения разработки концепции КОАП, подтвердив, что она должна быть завершена к 1 июня Как сообщил твердый знак накануне, межведомственная рабочая группа разработала концептуальные установки для всех шести разделов КОАП В частности, в разделе о производстве по делам об административных правонарушениях обещана детальная регламентация порядка возбуждения таких дел, их рассмотрения и пересмотра, а также введения норм, предусматривающих освобождение от административного наказания, его замену, отсрочку, рассрочку или приостановление Ранее эксперты акцентировали внимание на том, что результаты декриминализации статей УК, которые были перенесены в КОАП, не приспособлены к особенностям кодекса и соответствующие нормы, а также процессуальная часть КОАП должны быть реформированы Предлагалось, в частности, приблизить правила судебного привлечения к ответственности к действующим процессуальным кодексам РФ, а внесудебные процедуры выделить в отдельную главу, СМ Твердый знак от 25 марта При этом развитие КОАП идет по линии усиления административной ответственности, приближая штрафы и аресты к санкциям за уголовные преступления, а ряд демократичных институтов уголовного права, например, обязательное предоставление защитника, кодекс не содержит Необходимость внесения соответствующих поправок, обеспечивающих гарантии и защиту конституционных прав задержанных уже на досудебных стадиях, сейчас обсуждают члены СПЧ, СМ Твердый знак от 7 мая В частности, речь идет о необходимости предоставления квалифицированной юридической помощи привлекаемому к административной ответственности с момента задержания и доставления в полицию На практике защитники к участию в делах об административных правонарушениях на досудебных стадиях не допускаются, что приводит к нарушению прав задержанных Нередко задержанные лица длительное время, от нескольких часов до суток, не доставляются в органы, уполномоченные возбуждать и рассматривать дело об административных правонарушениях Похожая ситуация складывается и в отношении лиц, задержанных и доставленных в органы правопорядка, им не разъясняются основания и причины задержания, права и обязанности А законодательство не ограничивает сроков, в течение которых им должны быть объявлены причины и основания задержания Разрыв во времени между фактическим задержанием и возбуждением дела об административном правонарушении в отношении таких лиц может достигать нескольких месяцев Это не только лишает защиты права граждан, но и существенно нарушает права защитника на получение копий протоколов, постановлений и других документов Своевременное появление адвоката также будет способствовать пресечению применения незаконных методов обращения с задержанными и доставленными в правоохранительные органы Лица, доставленные в органы внутренних дел по подозрению в совершении административных правонарушений, жалуются чаще всего на неспровоцированное и незаконное применение К ним сотрудниками полиции насилия в разных формах, пояснил твердый знак член комиссии по гражданскому участию в правовой реформе СПЧ Юрий Костанов По его словам, в ближайшее время профильная комиссия обсудит проект необходимых поправок, которые затем будет предложено инициировать СПЧ Анна Пушкарская